В этом видео вы узнаете, как можно сделать вот такую обычную штукатурку, гидеративную, сделанную из гипсовой штукатурки. Это кухня, человек хотел максимально дешево. Здесь такая же фактура, но покрашена белой краской просто. Белая краска, вот фактура, все такая же, как здесь, только здесь серая и серый перламутр. Грунтовка, тайфун, глубокое проникновение, готово к применению. Для создания фактуры использую гипсовую штукатурку. Итак, стены погрунтовали, наклеена сетка и еще раз прошпаклевана гипсовой штукатуркой. Стены погрунтованы. Это на кухне, здесь уже сделал одну стену, попробовал, не стал снимать. Заказчик захотел такую фактуру, такую мы делаем. Что человек захотел, то мы делаем. Отметили скотчем, где будет плитка, а внизу будем наносить декоративку. То есть, можете вы тоже начинать делать снизу под кухней, за кухней, за холодильником, где не будет видно. То есть, вам нужно попробовать посмотреть, как будет впитывать стена влагу, какое время вам нужно для того, чтобы создать фактуру. Обычным шпателем наносим штукатурку, просто как шпаклюем, где-то миллиметра 2-3 толщина слоя должна быть, для того, чтобы удобно делать фактуру. И просто приклеиваем кельму или гладилку, многим не нравится, что она называется гладилка, но так вот, если вбить в гугле, она называется гладилка. Пусть будет кельма. Кельмой просто приклеиваем, не шпаклюем ее, а просто создаем фактуру. Когда вы приклеите ее, начнете сносить в сторону, сдвигать, то получится, что будет создаваться фактура. Вы поймете, когда начнете делать, поймете, как это делать, насколько ее сильно прижимать, не прижимать. Вот, поэтому, как только вы начнете делать, вы поймете. Также можно делать по диагонали, рисунок формировать, фактуру горизонтально, вертикально, круговыми движениями, восьмеркой. То есть, все на ваш вкус. Человек хочет, чтобы было здесь горизонтально. Так как на балконе горизонтально, в ванной комнате горизонтально. На балконе 1000 линий, будет видео чуть попозже, тоже сейчас занимаюсь его монтажом. Продолжаем наносить, то есть часть нанесли, сделали, фактуру создали. Сильно долгое время тоже не стоит ждать, чтобы материал не пересох, не было видно явного такого стыка. Должаем дальше наносить с нахлёстом на уже сформированный рисунок. Все формируем, также с нахлёстом на уже сформированный. Все из ТК таким образом не будет видно. Вот есть стена квадратов 5, покажу на ней как делать. Все точно так же наносим, как шпаглюем, мм 2-3 толщиной. Полностью заполняем всю площадь, чтобы не было пропусков. Наносим слой равномерный. Конечно, перед этим, как мы стены клеили сетку, мы подровняли. Итак, создаем фактуру, точно так же горизонтально приклеиваем кельму и протягиваем. Горизонтально таким образом формируется рисунок. Если где-то что-то не получается, можно добавить материал. То есть, во время формирования все можно исправить, если что-то не получается. фактура очень простая, не сложная. То есть, эта фактура, она скрывает какие-то неровности, то есть, не видно будут какие-то косички при подготовке материала стены. Стену не обязательно шпаклевать, грунтовать обязательно, но вышпаклевывать, выравнивать нет смысла. То есть, тяну, поклеить сетку для того, чтобы избежать каких-то микротрещин и еще раз пройтись штукатуркой, то есть, прошпаклевать. Все. Можно наносить. Фактуру уже будет. Смотрите. Вот так получилось, это еще влажная штукатурка, полностью сформированный рисунок. И чуть-чуть подстынет, вот такие вот заусенцы, гладилкой пригладится, кельмочкой пригладится, как здесь, и будет так вот, можно будет не шкурить наждачкой стену. Достаточно будет просто шпателем чуть-чуть счистить, вот таким-то образом кельмочку чуть-чуть мочили водичкой, и приглаживаем эти всякие заусенцы, какие-то неровности, то есть сразу будет видно, где пригладилось, где изъяны уходят. Достаточно хорошо прижимаем, чтобы уплотнить материал. Теперь покрываем перламутром стену. Перламутром серый бро. Вот валик велюровый, внутри поролон. На что-то ровное наливай, можно на кусок гипсокартона, я на крышку от ведра налил и легким движением, то есть не сильно прижимая, легенько, чисто по верхам, вот проходим. Видно, что внутренности впадины остаются незакрашенными. То есть буквально легонечко прижимая, не сильно вообще, если сильно придаете, будет его внутренне проваливаться краска. Чтобы этого избежать, очень легенько нажимаем. Краска не заснялась, покраска всей стены. Так как красили безвоздушным аппаратом, им не получилось покрасить качественно, потому что краска плохая, очень дешевая, фасадная. Поэтому, короче, красить я просто обычно валиком, мохнатым для краски водоэмульсионной. Валиком хорошо закатывайте эти все впадины, ямочки, неровности, все, чтобы полностью заполнить краской. Красили здесь в два или в три слоя. Да, по-моему, в три слоя здесь красили. Вот, чтобы полностью все закрыть, все впадины, все углубления, чтобы заполнить краской. Вот, в принципе, после перламутра вот такой вот интересный эффект смотрится. Свет нужен обязательно. Здесь в помещении очень плохо видно было, даже днем. Поэтому приходилось использовать искусственное освещение. Фонарем подсвечиваю себе, чтобы было видно блик. от перламутра, чтобы видеть, где покрасил, где не покрасил, где, может быть, добавить, да стоит перламутра. Поэтому свет использовал на отражение. То есть я смотрю, где отражается перламутр, где нет, там добавляю. Вот так получается. В принципе, неплохо заказчика устраивает. Здесь стена слева, она покрашена просто в белый цвет. Здесь серый. Блеск видим. Блеск видим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...